Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Обеспокоенная безопасностью после взрывов бытового газа в многоэтажках Магнитогорской города Шахты по всей стране проводят проверки газового оборудования в усиленном режиме. Телефонная линия газовых служб разрывается. Людям все чаще. Кажется, что где-то запахло газом. А в Госдуму накануне внесли проект поправок в жилищный кодекс. Согласно изменениям в домах, нужно будет устанавливать автоматизированные системы контроля за обеспечением газовой безопасности. И делать это планируется за счет региональных фондов капремонта. А насколько безопасно могут чувствовать себя в квартирах владимирцы? В этом вопросе сегодня разбиралась Маргарита Махрова. В этом двухэтажном жилом доме на улице Стасова всего 8 квартир. У большинства жильцов, рассказывает старший по дому, нет вопросов по обслуживанию их внутриквартирного газового оборудования. Как требуется по закону, они заключили договор с соответствующими службами и раз в год, а иногда и чаще, их представители приходят с проверкой. Однако, как выяснили жители дома, одну квартиру газовщик обходит стороной. Он сказал, что с ними договора нету и типа я туда не буду заходить и не буду контролировать. Квартиры это муниципальные и живут здесь по договору соцнайма. По словам самих жильцов квартиры, проверки к ним действительно давно не приходят и договора нет. У вас с кем-то заключен договор на обслуживание газового оборудования? Тут газа вообще нет, он отключен здесь. У вас отключен газ? Отключен газ, да. А в связи с чем? Просто отключили? Давно уже, лет 10. Сколько лет? Лет 10. Ситуация Анастасова вроде бы прояснилась, но вопрос людей по контролю за газовым оборудованием остался открытым. Что делать, если собственник квартиры не хочет заключать договор на обслуживание газового оборудования? В связи с недавними трагедиями в Магнитогорске и городе Шахты, где в многоквартирных жилых домах произошли взрывы бытового газа и погибли люди, вопрос жителей более чем актуальный. Чтобы все же разобраться, кто что и в каких случаях контролирует, люди обращались в управкомпанию, газовую службу и даже в мэрию. Получен, ну, в принципе, логичный ответ. Мне, как внимательно озабоченному жильцу, надо написать заявление в управляшку о том, чтобы они обеспечили доступ представителям газовых служб и, соответственно, участковому, чтобы попасть в квартиру, и они все проконтролируют. Но по мне это немножко нелогично. Это мой дом, 8 квартир, из них одна не проверяется, потому что у меня сомнения по поводу проверок. Получается, смысл проверять каждый раз после всех трагедий 7 квартир, если одна не проверяется никогда. Как выяснилось, неважно, собственник ты квартиры или наниматель муниципального жилья, заключить договор на внутриквартирное обслуживание с газовой службой – твоя ответственность. Кстати, сейчас режим особой газовой бдительности действует по всей стране. В том числе и в нашей области газовики совместно с сотрудниками МЧС регулярно проводят профилактические рейды и сообщают жителям о том, как избежать утечки газа и пожаров. Хотя попасть удается и не во все квартиры, говорят сотрудники тревожного ведомства, но такие поквартирные обходы все же считаются наиболее эффективными и проводятся ежедневно по специальным графикам. В приоритете – места проживания так называемых групп риска. Обходы проводятся в многодетных семьях, там, где проживают одинокие граждане, граждане, которые ведут, скажем так, антиобщественный образ жизни. В свете последних событий, которые произошли в стране, также сейчас сотрудники МЧС активизировали профилактическую работу. Призываем наших граждан крайне внимательно относиться к вопросам эксплуатации газового оборудования и при необходимости обращаться в газовую службу. Если же человек не пускает к себе проверяющих или не заключает договор на обслуживание, с ним должна работать управкомпания, ТСЖ или ТСН. Зависит от формы управления дома. Но воздействовать на нерадилого собственника или нанимателя они могут лишь уговорами. Ведь управкомпания отвечает за газовое оборудование лишь на территории общедомового имущества. А дальше каждый сам за себя. Снимают с себя ответственности газовщики. Они уверяют, что не обязаны контролировать квартиры, не заключившие с ним договор на обслуживание. Однако в случае опасности для жизни людей по сигналу аварийку газовщики могут отключить конкретную квартиру от газа. О нарушителях, которые несколько раз не пустили проверяющих в свои квартиры или тех людях, которые до сих пор не заключили договор ни с одной газовой службой, газовщики сообщают куда следует. В результате получается, что порвать эту цепь условно ответственных лиц очень просто. Достаточно кому-то вовремя куда-то не сообщить, не провести нужную беседу или не отправить куда-то какую-то заявку. В результате получается, та работа, которая сейчас ведется спасателями и газовщиками, не может гарантировать безопасности людям. Ведь неизвестно, все ли у ваших соседей в порядке с газовым оборудованием и когда его проверяли на исправность. Может быть, поэтому за последний месяц в стране произошло уже две чудовищные трагедии из-за взрыва бытового газа. И снова Струнино. Ситуацию вокруг многострадальной больницы держат на контроле не только чиновники разных уровней, но и представители СМИ. Сегодня наша съемочная группа вновь была в Струнино. На этот раз поводом стал официальный визит главного психиатра России. Зураб Кикелинзе вместе с представителями региональной власти встретился с общественностью, обсудил проблемы местных жителей. На повестке дня вопрос о будущем психиатрического стационарного отделения Струнинского больничного городка. Об итогах встречи расскажет Алексей Домнин. Быть или не быть психиатрическому стационару в Струнино. Обсудить этот вопрос в одну из главных новостных столиц региона приехал главный психиатр России. Зураб Кикелинзе прибыл по поручению Министерства здравоохранения России. Его цель не только встретиться с местной общественностью, но и помочь региональным властям разобраться в необходимости сохранения психиатрического стационара города. На встрече, к слову, также присутствовали и представители областной администрации. Мы это все должны посмотреть и решить, можно здесь открыть или нельзя. Не только с точки зрения, скажем, пожелания, вот что открыть отделение, не открыть отделение. Напомним, стационарное психиатрическое отделение Струнино было закрыто на ремонт в июле прошлого года. Теперь специализированная помощь больным, которым необходимо стационарное лечение, оказывается в областной психиатрической больнице номер один города Владимира. Бывший исполняющий главврача больницы Олег Аристархов опасается, что если такое положение дел сохранится, то в Струнинской психиатрии будет вынесен плачевный диагноз. У нас очень много случилось несчастий. Мы говорим об продолжении жизни людей, сохранении жизни людей. Вот недавно замерзла девочка психически нездоровая. Ее просто приехали, сделали ей галоперидолу и оставили ее на месте. Тем самым она ушла из дома и замерзла. О пострадавших за этот год говорили и на встрече Зураба Кикелидзе с общественностью города и представителями внемедомственной комиссии по здравоохранению Струнина. Но среди участников встречи нашлись и те, кто высказал свое мнение по поводу обсуждения частных случаев с больными в Струнино. Вас пригласили для того, чтобы решить глобальную проблему с открытием психиатрического отделения в данном городе. Как я понимаю, туда затрачены глобальные средства государственные. Президент сказал открыть. Зураб Кикелидзе ответил, что будет делать все, чтобы разобраться в ситуации, но ничего конкретного не пообещал. Все эти вопросы надо обсудить и решить, как выстроить систему. И это оптимально должно совпадать с возможностями. Вот что мы должны обсуждать. По итогам общения никаких конкретных решений или ответов так и не было вынесено. Какова же будет судьба психиатрического стационара в Струнино? Ответ на этот вопрос жители так и не получили. По их мнению, если эффект от встречи и был, то минимальный. Но вместе с тем Зураб Кикелидзе отметил, что для постановки окончательного диагноза струнинской психиатрии необходимо провести большую работу и проанализировать необходимость существования струнинского стационара для лечения людей с психическими заболеваниями. После чего, отметил психиатр, региональным властям будут даны соответствующие рекомендации. Дело в том, что задача этих экспертов исследовать ситуацию в организации профильных направлений здравоохранения во Владимирской области и в частности непосредственно в городе Струнино Александровского района и в Александровском районе дать заключение в Министерство здравоохранения Российской Федерации. И после этого будет принято уже решение об организации здравоохранения и оказании первичной медицинской помощи, медико-санитарной помощи в Струнино и в Александровском районе. Речь идет об одном. В первую очередь, что рассматривать Струнино отдельно, психиатрическое отделение от психиатрической службы в Владимирской области, это неправильно. Нам поручено министрам здравоохранения осмотреть, провести анализ, аудит. Вопрос о судьбе психиатрического стационара в Струнино остается открытым. А пока проводится диагностика, страсти по Струнино не затухают. Алексей Домнин, Егор Хребко, 6 канал. Хотите пожить в губернаторской резиденции? Готовьте деньги. Дом, где жила Светлана Орлова, станет гостиницей. А все потому, что новый губернатор Сипягин из местных. У него есть жилье во Владимире, и резиденция ему не нужна. Ее финансирование он уже сократил вдвое. С 520 тысяч рублей до 250. В перспективе новая администрация надеется свести расходы к нулю. А может быть, вывести объект и на прибыльный уровень. Для этого как раз резиденция и должна стать гостиницей. Сколько стоит почувствовать себя губернатором хотя бы на одни сутки? Узнал Александр Инин. Высокий глухой забор в микрорайоне Юрьевец. За ним губернаторская резиденция. Площадью 13 гектаров. Из них с инфраструктурой только три. Первое, что привлекает внимание, трехэтажный гостиничный комплекс. Площадью 520 квадратных метров. Те, кто за него отвечают, похоже, еще несколько месяцев назад и представить себе не могли, что увидят здесь такое большое количество журналистов. И с непривычки путаются в хронологии. Здание было построено в 1968 году. Последний ремонт был проведен здесь в 1915 году, когда был полностью изменен фасад здания. И проведен серьезный ремонт внутренних помещений. Отопление, электричество, вода. Стоимость коммуналки за месяц здесь набегает на 50 тысяч рублей. Несмотря на то, что в гостиничном комплексе все удобства, в одном из залов камин растапливается дровами, а в нескольких метрах от дома баня. Именно здесь последние пять лет отдыхала, ночевала и, возможно, парилась Светлана Орлова. Теперь все это выставлено на обозрение. Журналисты сегодня смогли не только лицезреть губернаторские апартаменты, но и буквально поваляться на кровати Светланы Юрьевны. Собственными боками почувствовать, мягко ли спалось бывшему главе региона. Действительно удобная кровать. Прям хороший матрас. Ты ложишься и сразу хочешь заснуть. Вот ни о чем не думать. Никаких проблемах, бедах населения Владимирской области. Хочешь просто лечь, отдохнуть и проснуться с новыми силами взяться за свою работу. Весь гостиничный комплекс оценивается в 30 миллионов рублей, плюс еще 8 миллионов. Имущество. Кстати, о нем, о губернаторской резиденции заговорили в скандальном ключе несколько лет назад. Журналисты узнали, что якобы для дома губернатора собираются закупать шикарную мебель и туалетные принадлежности. Один золотой ёршик стоит 23 тысячи рублей. Разгорелся скандал и до Владимира золотой ёршик не доехал. В туалетах резиденции золотых ёршиков пресса сегодня действительно не обнаружила. Теперь гостиничный комплекс на территории губернаторской резиденции и правда станет гостиницей. Но начальник управления административными зданиями предупреждает сразу, постояльцам здесь будет скучно. Здесь ограниченные развлечения. Здесь нет ничего такого, чтобы можно было бы как в гостиницах находиться. Здесь просто закрытое пространство. В гостиничном комплексе всего 4 номера. Объект не станет публичным. Вывески гостиница на губернаторской резиденции не появятся. Аренда возможна только по предварительным заявкам. Администрация области будет предлагать размещаться здесь вип-персонам, коммерческих структур банкам, бизнес-корпорациям, инвесторам. Во время проведения в Владимирской области съездов, конференций, семинаров, других мероприятий. Также этот комплекс будет использоваться для проживания особо охраняемых государственных лиц во время их визитов во Владимирскую область. Как посчитали эксперты, стоимость полной аренды комплекса на одни сутки составит 108,5 тысяч рублей. Расчет только по безналу. Помимо гостиничного комплекса, на территории резиденции есть еще домик площадью 97 квадратных метров. Гостей ведь ждут высокопоставленных. У них наверняка есть помощники. Вот для них жилье поскромнее. В нем сейчас идет ремонт. Когда резиденция примет первых постояльцев, пока неизвестно. Заявок еще не поступало. Александр Инин, Артем Горчаков, Шестой канал. Готовьте полотенце, удобную обувь и горячий чай. Спасатели уже ведут приготовление крещенским купанием. Напомню, в ночь с пятницы на субботу все желающие смогут окунуться в купель. Их подготовят на четырех водоемах. В Заклязьминском, Семязино, на реке Гусинка, а также озере Глубоком. Традиционно на водоемах будут дежурить спасатели и полиция. Для тех, кто приедет окунуться, развернут пункты обогрева. Сколько людей ожидают в этом году и какую погоду прогнозируют синоптики? Расскажут мои коллеги. Сильного мороза на крещение не будет. Владимирские синоптики заявили, температура в ночь с 18 на 19 января составит минус 5-10 градусов. Для тех, кто решил в этом году искупаться в проруби, погода благоприятная. Окунуться в ледяную воду по подсчетам спасателей в этом году рискнут около 13 тысяч верующих. Для них подготовят 51 купель. 18 из них будет на территории храмов и монастырей, а еще 33 на открытых водных объектах. Чтобы крещенская ночь прошла без происшествий, требования к организации купания у спасателей серьезные. В акватории проруби для купания должно иметь постепенный скат, уступов до глубины полтора метра, не более. Купель должна быть, но я на общих требованиях таких остановлюсь. Как правило, два, вход и выход, то есть две лестницы, чтобы не было пересекающихся потоков. Очищены от водных растений, коряк, камни. Рядом с открытыми купелями оборудуют пункты обогрева. Чего необходимо избегать в эту ночь, так это алкоголя. Иначе купание может закончиться плачевно. Согреваться перед погружением необходимо, но только с помощью физических упражнений. Человек должен, или участник купания, перед купанием разогреться, растереться. Одеть легко снимаемую обувь, по одному подойти. Рекомендуется сразу погрузиться на нужную глубину, но не окунаться с головой. Самостоятельно рубить прорубь на водоемах запрещено из-за риска для жизни. Даже если купание пройдет без ЧП, экстремалов ждут неприятности в виде санкций. Штраф за купание в неположенном месте составит от 800 до 4000 рублей. Спасатели предупреждают, православный обряд очищения полезен далеко не всем. Держаться подальше от холодной воды лучше людям с хроническими заболеваниями. Да и священнослужители напоминают, в этот праздник главное совсем не купание. Для нас главное, чтобы мы приняли в крещение участие в богослужении. Это в первую очередь, потому что в богослужении именно раскрывается глубина богословия этого величайшего праздника. В этом году во Владимире купели организуют на четырех водоемах Семязино и Гусинка, а также озеро Глубокое и пруд Заклязьминский. На каждой проруби будет дежурить спасатели, полиция и медики. За безопасностью купающихся будут следить и более 500 человек. Екатерина Корнилова, Александр Мажаров, Шестой канал. Прямо сейчас, коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Было установлено, что это тоже амфетамин весом 15,5 граммов. Возбуждено уголовное дело за приобретение и хранение перевозку наркотических средств. Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы. Региональный следком остался без начальника генерал-майора юстиции Александр Геланцев ушел в отставку. На посту руководителя следственного управления он проработал 7 лет. Коллеги отзываются о нем как о профессионале высокого класса, требовательном и в то же время отзывчивом. За время работы Еланцева в области были раскрыты громкие уголовные дела о группировке восьмерочных в Гусь-Хрустальном, банды черных риэлторов и банды Анатолия Мазура. Среди коррупционных дел были начаты расследования в отношении экс-директора Тепличного Виктора Шляхова, бывшего главного налоговика области Сергея Кошелева и многих других. Кто теперь будет возглавлять региональный следком, неизвестно. Пока обязанности начальника исполняет первый замруководителя регионального следкома Андрей Ялин. Открыли учебный процесс. В Камешковской школе номер один после капитального ремонта возобновились занятия. Этого момента 800 школьников ждали с начала учебного года. Срок сдачи объекта после реконструкции все время переносился. И вот, наконец, дети вернулись к занятиям в родных стенах. В итоге ремонт в здании длился чуть меньше года. Потрачено на работы 250 миллионов рублей, 100 из которых деньги из региональной казны и 150 затраты инвестора. В школе обновили спортзалы, классы, коридоры. Приоборудована столовая, частично заменена мебель. В профильных кабинетах установлено новое оборудование. Для старшеклассников открыт медиа-центр. Жители районов смогут пройти бесплатное обследование. В отдаленные территории региона приедет мобильный автомологический комплекс. Выезд медицинских бригад организовали в рамках частного государственного партнерства. В январе врачи приедут к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. В ходе обследования проверят 180 человек. Пациенты пройдут обследование и получат консультацию врача-офтальмолога. Для приема при себе необходимо иметь паспорт полиса СНИЛС. График выезда мобильного автомологического комплекса можно посмотреть на нашем сайте 6tv.ru. Владимир Суздальский музей-заповедник в тройке самых посещаемых. Таков итог мониторинга новогодних праздников Министерства культуры. В первые дни января наш музей принял 61 тысячу человек. Больше по 85 тысяч человек побывали только в музее Московского Кремля и Третьяковской галерее. По числу гостей в СМЗ обошел даже Государственный исторический музей и знаменитый Эрмитаж. Прямо сейчас еще немного полезной информации. Прогноз погоды. Если вам есть чем поделиться, звоните нам 36 66 66 и вы тоже можете стать героем нашей программы. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Синоптики прогнозируют, сегодня днем во Владимире пасмурную погоду выпадет небольшой снег. Температура воздуха составит 1-2 градуса ниже нуля. Вечером в областном центре будет облачно, но преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут минус 3 градуса по Цельсию. Ветер южный со скоростью до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха составит 88%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова